Ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре легендарнейшая педаль Anodman King of Tone. Эту педаль я ждал, не поверите, 6 лет. В 2018 году, далеком 2018, я отправил имейл на адрес Майка, это владелец компании Anodman, который производит эти педали вручную, о том, что я хочу встать в очередь на покупку этой педали. Так вот, смысл в том, что вы не можете просто так взять и приобрести ее, даже если у вас есть деньги. Вам просто никто не даст. Либо покупайте ее на ebay, в 2-3 раза дороже они продаются на ebay, либо нужно ждать несколько лет, а сейчас срок ожидания составляет аж 5-6 лет. Что интересно, я совершенно забыл про то, что я когда-то писал этот имейл, и собираясь, просто в очередной раз проверяя почту свою, я обнаружил имейл от Anodman, о том, что я могу купить, пришла моя очередь на покупку вот этой педали. Я просто в этот момент обалдел, я не думал, что это вообще все реально. Я думал, что их продают там только по знакомству или просто тем, кто к ним, не знаю, с ними близко знаком, или каким-то друзьям. Но оказалось, все реально, все реально. И я, живя в России на другом конце этого нового шара, получил эту педаль. У меня версия, где правая сторона имеет модификацию high gain, вот левая сторона просто обычный овердрайв. Если вы не знакомы с топологией педали King of Tone, то я вкратце вам сейчас расскажу. Это, грубо говоря, модификация Marshall Blues Breaker. Это легендарная педаль, которая была очень-очень популярна в свое время, потом ее перестали выпускать. Вот. Она славится своим таким прозрачным, но в то же время ярким звуком. Совершенно не похожий звук на педаль E-Banast Tube Screamer. Поэтому, если вы привыкли играть в Tube Screamer, то это, скорее всего, вы не получите вообще совершенно такого звука от этой педали. Когда мне прислали email о том, что я могу заказать эту педаль, я перешел по секретной ссылке, и мне дали выбрать набор опций. Там были опции, что вы можете заказать 4 джека. То есть можно использовать, например, не просто эту педаль как одну, а можно использовать их как две, потому что каждая сторона – это различный overdrive. И если бы здесь было 4 джека, то между ними, по идее, можно поставить еще какую-то педаль. Например, там, Horus или, не знаю, Flanger. И у вас будет, по сути, педаль в разрыве этих двух сторон. Еще одна модификация была – это тумблер, который переключает режимы с overdrive на clean или на distortion. Ну, я, на самом деле, всеми этими функциями просто не пользовался бы, поэтому не стал их заказывать. Но что я попросил мне сделать, так это сделать правую часть, добавив в нее distortion. High-gain, точнее. High-gain, да. High-gain – это стоило 10 долларов дополнительно, но я решил, что после 6 лет ожидания я могу себе позволить такую роскошь и добавить вот эти несчастные 10 долларов, что, кстати, сейчас на наш курс уже достаточно приличные деньги. Вот. И заполучить опцию high-gain. Далее. Здесь можно было вставить буфер в эту педаль. Кто не знает, что такое буферы, лучше посмотрите поподробнее в интернете, загуглите. Но если, грубо говоря, это такая схемка, которая усиливает, переводит ваш сигнал из низкоомного в высокоомный, если я ничего не путаю. Но мне тоже эта функция не нужна, потому что у меня активные звукосниматели, поэтому я от нее отказался. Были опции заказать эту педаль в другом цвете, но мне показалось, что вот этот фиолетовый легендарный цвет, он как-то прям ассоциируется у меня вот с этой педалью, я не захотел просто ничего менять, решил оставить просто фиолетовый, как он есть. Питается педаль от обычного блока питания 9 вольт, также она принимает 18 вольт. Первая версия этой педали вышла в 2003 году. Майк Пьера тогда еще делал их вручную сам, у него не было такой большой компании, и эти педали, они прям разводились поштучно, в очень маленьком количестве, но никогда они не стоили запредельных денег. То есть вот даже сейчас эту педаль, если вы будете в списке и вам пришлют имейл, вы сможете ее заказать за 325 долларов. Что вы понимали для сравнения, бутиковые педали эффектов начинаются от 300-400 долларов и выше идут, то есть вплоть до 1000 долларов, а эта педаль легендарная, которую просто невозможно достать просто в магазине, они не поднимают цену, продают по той же, ну плюс-минус той же цене, которую изначально поставили. В тот год, когда я заказывал, 2018, она стоила 225 долларов, то есть получается цена за 6 лет увеличилась на 100 долларов. Но я думаю, что плюс-минус предел, плюс-минус инфляция, это все скомпенсировалось, и мне кажется, что 325 сейчас, это примерно то же самое, что там 250-225 в 2018. Как Майк пришел к созданию этой педали? Друг Майка, Джим Уилдер, гитарист группы The Band, долгое время играл на тюб-скримере. Ему нравился звук, но всегда считал, что он немножко более скомпрессированный, чем нужно, очень сильно выпирает середина, практически не хватает низа, и вот все вот эти недостатки, они как бы, ну, были довольно явными. Чуть позже один из их приятелей посоветовал Джиму попробовать педаль Marshall Blues Breaker. Она отличалась совершенно другим характером звука, и очень понравилась Джиму, но он сразу же отдал ее Майку на модификации, чтобы он добавил в ней немножко жира, изменил немножко характер звука, ну, я не могу сказать точно, каким образом он его изменил, но суть в том, что Майк практически полностью переработал вот эту схему педали Marshall Blues Breaker и после этого отдал ее Джиму. И Джиму настолько понравилось, что он просто каждый концерт ее использовал и просто даже не представлял своей жизни без этой педали. Майк, вдохновившись своим созданием, своей вот этой сильной модификацией, решил, что ему надо продавать эту педаль. Он ее взял и поместил в такой фиолетовый корпус и сделал две стороны. Изначально вообще, кстати, Analog Man King of Tone была не двумя педалями в одной, а это была одна педаль, но просто с двумя режимами, типа High Gain и Low Gain, грубо говоря. Чуть позже уже появилась педаль, именно как в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, с двумя сторонами, где каждая из сторон – это отдельная, полностью отдельная педаль, которая может настраиваться так, как вам нужно. Под крышкой этой педали есть такой небольшой переключатель с четырьмя свитчами. Этими свитчами можно переключать режимы. У каждой стороны есть три режима. Это Clean, Overdrive и Distortion. Во-вторых, у красной стороны изначально опция High Gain, то есть ей добавили гейна, поэтому у нее все это будет звучать чуть-чуть более сатурировано. А еще у нее есть также регулировка верхних частот. Если вам не хватает презенса или верха, вы просто берете и чуть-чуть подкручиваете отверточкой, и у вас идеальный звук такой, какой вы хотели. Многие гитаристы как раз и любят за эту педаль, за то, что она очень круто звучит практически со всеми усилителями, со всеми гитарами. Отчасти, наверное, потому, что не так сильно изменяет звук гитары, и просто лишь добавляет к нему гармоник, насыщает его, делает его более жирным, более объемным, классным. За что мы все и любим Overdrive. Когда мне пришла заветная посылка, я, конечно же, сразу ее распаковал, и не дождался вот этого обзора, потому что, ну, вы представляете, я шесть лет ждал, как бы у меня уже терпение и так было на пределе. Но как же я могу обойти стороной пэкэджинг? Я, конечно же, покажу вам, что в коробке, и как эта педаль пришла. Коробочка такая, обычная, картонная, с таким логотипчиком Enalogman. Как будто они вот все делают, как будто в 90-х они вот там остались, но это такая у них стилистика, не судите строго, как говорится. Дают вот такой стикер, который можно прилепить себе на лоб и ходить по улице, и все будут знать, что у вас есть King of Tone. Мешочек, кстати, классный мешочек. Вот здесь печать, это родовая печать Майка Пьера. Также здесь есть инструкция на коронном фиолетовой коронной бумаге. Кстати, если вы зайдете на сайт, вы также увидите великолепный фиолетовый фон сайта. Я не знаю, кто это. Ну, наверное, это Майк придумал, конечно. Здесь описывается, как используются дип-свитчи, какие режимы можно включать педаль. В общем, всякая такая мелочевка и фотография. Также здесь есть визитка. Если когда-нибудь вы захотите еще что-нибудь заказать оттуда, вы знаете, по какому адресу искать. И вот такие ножки резиновые. Если у вас нет педалборда, можно их приклеить и просто играть. Ну, наверное, пришло время послушать эту педаль. И, наверное, я ее также сравню с другими педальми, которые у меня есть. А это именно IBANES Tube Screamer в версии Jam Pedals Tube Dreamer. И D&M Drive. Ребята из Dead Pedals Show решили сделать свою версию двойного овердрайва. Мы тоже послушаем, как она звучит, как она сопоставляется вообще друг с другом и что из себя представляет. Играю я сегодня в усилитель Archetype Corey Wong. Это один из моих любимых усилителей. Я подключился в линию, в карту Focusrite. Через мой педалборд. Вот мой чистый звук. Чуть-чуть поиграю на чистом, потом включу левую сторону King of Tone, чтобы послушать сравнение. Сделаем драйв на середину, потому что сейчас левая сторона у меня в режиме буста. И сильно много драйва в любом случае от нее не получим. КОНЕЦ На самом деле, мне что нравится в этой педали, у нее звук очень такой сфокусированный, и он обретает обертона, но в то же время при этом очень читаемый. КОНЕЦ КОНЕЦ Офигенный звук. И вот знаете, он мне напоминает ранние AC-DC, когда у них было мало гейна, но звук был такой плотный, мощный и в то же время читаемый. Класс вообще. Обалденно. Давайте добавим немножко драйва на желтой стороне. Пока что она в режиме clean boost. И посмотрим, сколько максимум, что мы можем из нее выжать, вот, именно из режима clean boost. Это такой... Громкости что-то многовато, поменьше. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Громкости 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 Нет, ну... У меня даже голос... Просто дыхание перехватило. Очень круто звучит. Мне нравится. даже вот в режиме буста, если драйв делать на максимум, уже можно получить такой сочный перегруз. Круто! Послушаем правую сторону. Гейн на середину пока поставим и послушаем, как она будет звучать. Субтитры сделал DimaTorzok Да, тоже хороший звук, но, мне кажется, максимально раскрывается, когда овердрайв мы переводим на 90%, а то и на десятку ставим. Да, здесь прям такой поющий, такой объемный, сочный звук. Прям для соляков просто идеально. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Давайте послушаем, как звучат две стороны эти педали вместе, потому что они классно сочетаются и добавляют еще больше сустейна, еще больше гармонии к вашему звуку. Дима Торзок Очень классный звук. Прям такой насыщенный, мощный. Но у него нет вот такой явно выраженной середины или явно выраженного низа. То есть он сбалансированный. И об этом и говорит как раз Майк в своих интервью и в описании этой педали. О том, что звук у нее, он не сильно изменяет тот изначальный звук вашей гитары. Он лишь добавляет немножко гармоник, добавляет такого характерного лязга какого-то яркости, звонкости. Вот. Но при этом не убирает читаемости. Вот это самое главное. Дима Торзок Но эта педаль на самом деле способна на большее. Если открыть заднюю крышку и поиграть с дипсвичами, то можно включить, например, две стороны этой педали в режим овердрайва или в режим дисторшна. Тогда вы получите прямо максимально мясной звук. Ну, мы попробуем сейчас открыть заднюю крышку и посмотрим, реально ли эти дипсвичи влияют на звук и насколько можно здесь накрутить мощнейший перегруз. Я специально взял инструкцию, чтобы не перепутать. Сейчас у меня педаль стоит в режиме правая часть овердрайв, левая – буст. И я попробую сейчас поставить правую в режим дисторшн, а левую в режим буст. Сломал. Не ищи помойку. Ищи И marketers Ищи Надеюсь, что я не сломал ничего Теперь включим правую часть Она в режиме дисторшн Должна быть Да, короче, классный звук Очень насыщенный, мощный Реально чувствуется, что здесь добавлен овердрайв При этом он более компрессированный Играть проще Но чуть-чуть теряется вот эта прозрачность звука Играть проще И включим две части педали вместе Чтобы получить нереальный перегруз О, даже звонил Играть проще Играть проще Играть проще Играть проще Играть проще Теперь давайте сравним ее с динам драйвом пока вы ещё все не сошли с ума от моей игры. Моя любимая сторона, правая сторона. Я её максимально всегда выкручиваю. Такой сатурированный звук, пробивной, серединистый. В миксе очень хорошо прорезается, читается, но при этом имеет достаточно овердрайва для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, совершенно другой характер звука. Здесь он более собранный. Он усиливается только конкретно в средних частотах. который даёт такую пробивную середину. А код он даёт во всём спектре насыщения. И, наверное, поэтому его часто сравнивают, именно перегруз этой педали, с перегрузом реальных усилителей. Если бы они звучали, типа старые Fender Super Reverb или Tweed Deluxe. Они, когда их прям максимально разгоняешь, вот тоже получается такой не собранный звук, не выпуклая середина, а он насыщенный во всём спектре. За счёт того, что усилитель перегружается сам. И как раз он очень даёт такой характерный, похожий на перегруз усилителей звук. У меня ещё есть Jam Pedals TubeDreamer. Давайте просто ради интереса тоже сравним просто характер звучания с TubeDreamer. Game где-то на 75%, 75 level, всё на 2 часа. Такой очень тоже хонкий такой звук, когда выпуклась середина. Вот, послушаем в сравнении с King of Tone. Так скажу, когда включаешь этот перегруз, на нём не становится легче играть. Наоборот, может быть, чуть-чуть становится играть сложнее, но благодаря этому он выявляет те нюансы вашей игры, которые овердрайв типа TubeScreamer, он бы их не выявил. Вот King of Tone, он даёт как раз вот ту ясность, прозрачность, которую может маскировать педали типа TubeScreamer. в список, он будет, том, как насчет, memорище. и то же самое на тип скримере на нем легко играть, приятно играть но вот этой читаемости, яркости, прозрачности нет что еще классно, King of Tone очень чувствителен к громкости вашей гитары и убирая громкость вы можете получить практически чистый звук, некоторые overdrive включаешь и там вот один звук, он либо перегруженный, либо нет, а здесь есть градация здесь есть как бы градиент, и вот мне что всегда привлекало как раз в педалях хороших, в педалях overdrive это вот насколько плавный этот градиент, насколько много оттенков палитры звука вы можете получить просто благодаря возвращению ручки громкости на гитаре. Ну что, друзья, спасибо большое за то, что смотрели этот обзор, надеюсь вам понравилось, конечно же ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите другие видео на моем канале. Всем пока!